И вот, пожалуйста, укладывайте. Воспользовательщик на ванайбурный проезд. Вот, давайте билет. Приложил банковскую или транспортную карту, получил билет. Все максимально просто. Бескондукторная система оплаты проезда через валидаторы распространена во многих городах, как в центральной части России, так и за Уралом. Теперь пришла в Барнаул. Данная система, в первую очередь, мы ее тестируем для того, это как первый шаг к переходу вообще к новой транспортной системе, связанной в первую очередь с работой транспорта без кондукторов. Новую систему пока внедрили на двух маршрутах. Траваи номер 7 и 9. Одна из причин нововведения – дефицит кондукторов. Укомплектованность составляет всего 58%. В первое время в вагонах будет работать специальный человек, объяснять и приучать пассажиров к новинке. Если будет замечено, что иногда оборудование не принимает оплату, паниковать не стоит, потому что водитель в прежнем режиме будет рассчитывать наших пассажиров по всем видам платежа, просто мы эту систему донастраиваем и адаптируем под город Барнаул. Наряду с тестированием валидаторов в электротранспорте тестируют еще одно оборудование, которое пересчитывает пассажиров. Оно поможет понять, сколько людей оплатили проезд, сколько проигнорировали. У нас предусмотрена ответственность за безбилетный проезд – это 300 рублей. штраф на пассажира за безбилетный проезд на общественном транспорте. На транспортном предприятии надеются, что люди проявят гражданскую позицию, оплачивать проезд будут постоянно. Стоит добавить, что бескондукторная система существовала ранее в СССР, но от нее отказались и, как ни странно, доходы предприятий городского транспорта тогда возросли. Стало ли общество 21 века сознательнее, или зайцев по-прежнему будет много – скоро увидим. Валентина Аскерова, День с толком.